Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас под обзорчик попала игра под названием Zona Z. Многие из вас они еще ни разу даже не слышали, но игра, которая, я уверен, на 100% наберет успех с первых же ее дней. На данный момент она имеет всего 10 тысяч скачиваний. Всего 10 тысяч скачиваний. Но потенциальный успех и размах этой игры на десятки миллионов вперед. Итак, прежде всего, давайте создадим своего персонажа. Выберем ему лицо, прическу, ну и, конечно же, цвет волос. Будем играть за персонажа женского пола. Будем играть за афроамериканку. Ну и прическу. Прическу надо, не знаю, ну вот афроамериканочка с такими волосами очень круто смотрится. И, конечно же, мой любимый цвет. Куда же без него. Хорошо, нажимаем продолжить и, в принципе, продолжаем. Наблюдаем за заставкой, которую мы сейчас видим. Это некий комикс, который рассказывает повествование о том, что же произошло в этой игре, как это произошло и что нам стоит ожидать. Как мы видим, мы сбиваем зомби. Конечно же, наш персонаж еще этого не знает. Нет, мы попадаем в аварию. Автокатастрофа значительная. И вот сейчас мы просыпаемся. Так. Мы просыпаемся на территории. Вот, я встаю. И меня уже начинают убивать. Так. Конечно же, управление еще в эмуляторе моем не настроено. Поэтому сначала я, как-никак, пытаюсь отбиться. Ох, нихрена себе! У-у-у. Кажись, у меня сейчас жопа будет. Да. Но я думаю, здесь выжить было бы нереально, скорее всего. И здесь нужно было умирать. Это не загробная жизнь. Похоже, зомби ушли. То есть, несмотря на то, что на меня реально напали. Очень жестко напали. Это все было по плану. Одну секундочку. Я выставлю панель управления. И, в принципе, можно идти убивать. По поводу графики. Уже сейчас могу сказать, что графика отличается от нам подобных игр. Вы, конечно же, знаете, о какой игре я имею сейчас речь. Это, понятно же, Last Day. И то, что я вижу сейчас, ну, мне нравится. Так. Мне предлагают пройти в лес. Пошли. Что стоит знать об этой игре? Так как это обзор игры, ребят. Да. Несмотря на то, что я играю впервые. Я уже ознакомился с игрой. Я много чего прочел. Так. Мне нужно в управлении еще одну клавишу выкинуть. Сюда вот так вот. Хорошо. Что вам нужно знать об этой игре? Так это то, что здесь реальный онлайн. Черт возьми, я не шучу. Вот уже на этой локации я могу встретить реально настоящего игрока. Вы понимаете, да? Это вам не Last Day с обещанными как бы какими-то там онлайнами. Где, по идее, в седьмой сектор. Там найди то-то, сделай то-то. И тогда ты сможешь, конечно же, поиграть со своими друзьями. Здесь вот все происходит с первых же твоих дней. Вы понимаете, да? Насколько все жестко. Да, возможно, графика на данном этапе немного, немного хуже, чем в Last Day. Но я бы так не сказал. Просто здесь она иная. Понимаете? Если в Last Day мы привыкли более такой мультяшно-живой, то здесь она больше под комикс идет. Понимаете? Здесь графика выстроена, но вот реально под комикс. Заметьте, я убиваю, ну убиваю, я добываю, а обратно респавниться. Респавниться почему? Потому что онлайн игра. И, естественно, на локации ресурсов должно быть много. Поэтому он постоянно респавниться. И ты можешь, придя сюда на локацию, добыть нужное количество тебе ресурса, не бегая с локации на локацию по 250 раз. Ну вот, в принципе, чем я сейчас и занимаюсь. Я хочу полностью все собрать, зачистить. Все равно нам в любом случае понадобятся эти ресурсы. Я думаю, вы будете не сильно против того, что я вам рассказываю, а добываю ресурсы. Да? Вот. Поэтому, ребят, когда вы появляетесь на локации, прежде всего, прежде всего, вы должны найти сундуки и залутать их. Потому что сундуки не респавнятся. И если ты зашел на локацию вместе с другими людьми, то ты должен адекватно понимать, что это все дело будет собираться не только тобой, а сундук для всех один. И только ты заходишь на локацию, ты сразу же пулей должен бязать по всей локации и искать. Искать, где же спрятана эта сумка, этот тайник, чтобы забрать весь лут оттуда. И вдруг что? Свалить уже не с пустыми руками, понимаешь? Кстати, я поднял уровень, и я получил плюс 10 хп к моим жизням. У меня уже 90, хотя было изначально 60. Мы уже вон четвертый уровень апнули, поэтому это хорошо. Зона Z, ребят, разработана ребятами, которые ранее не специализировались на данной тематике. У них в портфолио разработка игр только с проективного характера. С характера это бильярды, это футболы различные, менеджеры по футболу. Но вот именно игры, связанные с выживанием, игры, связанные с зомби и чему-то такому подобному у них не было ни разу. Это их первый подобный проект, и как по мне, он уже действительно удачный. Я повторюсь, у игры всего 10 тысяч скачиваний, ребят, 10 тысяч. Но мне они уже написало 20 человек. 20 человек с моей аудитории, они уже знают, понимаете? И в перспективе эта игра должна стать трендом 2019-го. Да, Last Day, конечно, ушел далеко. Никто этого не отрицает. Но игра, которая со старта дает почти все то же самое, что уже есть в Last Day, мне кажется, она стоит не то что внимания, ребят, она стоит уважения. И я постараюсь вам привить это уважение и действительно доказать, что эта игра стоящая. И играя в нее, вы не потратите свое время зря, понимаете? Мы продолжаем добывать ресурсы. Как вы видите, у меня почти заполнился инвентарь. И уже скоро мы будем покидать эту локацию, отправляться в лагерь. Как мне настоятельно рекомендует стрелочка, которая постоянно мне мигает. И вот надпись в лагерь нужно отправляться. Потому что мы выполнили стартовое задание, которое нам давалось. И сейчас бы, как бы, парень, тебе пора. Хватит тебе здесь наглеть. Но, дело в том, что борода-то, заядлый выживальщик, сквозь мои-то руки и глаза прошло столько игр, что узнав это, разрабы ужаснулись бы. Я, кстати, сейчас веду с ними переговоры и очень сильно хочу выцепить у них партнерочку. Чтобы можно было пилить больше годного, реально годного контента для вас, дорогие мои ребятки. И показывать вам все те возможности, которые предоставляет нам данная игра. Ну и, похоже, все, я выдобывал все, что можно было, пока оно не респа... О, зареспавнился. Смотри. Прям на ходу ловят мои слова и можно еще немножко добыть. И вот, получу я сотрудничество, дай бог, ребятки. И тогда контента будет столько, что я не знаю, будете ли вы успевать его вообще смотреть. Ну и, конечно же, каждый из вас, если напишет пару лестных слов в комментариях, я буду об этом безумно благодарен. А если лайк поставишь и подписочку, так это вообще тебе цены не будет, понимаешь? Так что не забывай о том, что ты всегда можешь поддержать своего любимого блогера. Так, ну что, мы почти заполнили инвентарь. У меня уже почти пятый уровень. Заметьте, мы с одной локи поднимаем пять левелов, ребят. Вот вам и обучение. Я просто залетел на обучающую локацию, понимаете? Но опыт имеется, как говорится. Опыт не пропьешь. И вот с обучающей локации я уже выношу пятый уровень и фулл стак инвентаря с ресурсами. Смотрите. Это очень круто, как мне кажется. Так, смотри, вот еще обновилось. Можно добивать. Сейчас я доломаю инвентарь полностью и можно сваливать. Так, рюкзак заполнен деревом. Хорошо. Кстати говоря, если я сделаю вот так вот, то даже две пушки сразу можно ставить. Охренеть, ты прикинь. У тебя есть слот по две пушки. И я могу спокойненько с огнестрела, допустим, менять на нормальную ближнюю пушку. Но это же круто. Обалдеть. Я еще просто сам до конца во всех нюансах игры не разобрался. И вот увидев вот этот момент сейчас, ну я реально офигел. Это очень круто. Капец. Вот это то, что я вам, ребятки, и говорил. С самого начала игра задает просто бешеный темп. И это восторг. Это мы еще не разобрались по крафту, что там да как есть. Так, по камню у меня все. Инвентарь заполнен по фулу. Так, мне можно еще немного дерева подсобирать. И в принципе можно сваливать. Я, кстати, не вижу здесь автосбора. Знаете почему? Потому что игра онлайн. Какой нафер он автосбор, когда тебя в любой момент могут убить? Понимаешь? Нету автосбора в этой игре. Нету. Вот вам экспириенс. Пожалуйста. И по правой сказать, что это не экспириенс. Все, мы можем уходить отсюда. Больше нам делать нечего. Выход. Отправляемся обратно в лагерь. Домой. Пока что за эти перемещения у нас не снимается энергия. И конечно же я желаю вам, настоятельно рекомендую, даже я скажу так, собирать весь ресурс. Потому что это халявные перемещения, ребятки. Камон. Так, восстановить опустошенное поле. Ну, давай восстановим опустошенное поле, мать его. Где оно у меня тут находится? Так, 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 так. Это явно не оно. Здесь, короче, у нас все в руина. Блин, это круто. Слушай, мы просто должны его ремонтировать. И нам не надо, получается, по сто раз что-то там строить, разбивать, ломать. Мы просто берем и чиним вот эти опустошенные поля. Их, кстати, не два, как во всех подобных играх. Когда меня это, блин, просто чертовски сильно раздражало. Их у нас тут как минимум четыре. И я не знаю, можно ли будет расширять свою территорию. А мне кажется, можно будет расширять свою территорию. И посмотрите, блин, настолько все продумано. Есть тебе и заброшенная река, где химикаты валяются. Я уверен, что это тоже можно будет в дальнейшем все расчистить и куда-то уплывить. Обалдеть. И попробуй мне после этого сказать, что эта игра не масштабная. Я тебе нос сломаю. Понял, ублюдок? Начать работу. Поставили. Хорошо. Три часа кукуруза производится. Окей, будем ждать. Смотреть, как это все будет происходить. С этим тоже мы всем будем разбираться. Ну, а я, ребятки, я с вами прощаюсь на совсем ненадолго. Потому что Зона Зетта действительно эпичная игра. Не забывайте поставить лойсы. Всем спасибо. Пока-пока.